Приветствую вас, друзья мои, не утихает эхо, вызванное нашей с вами беседой про бессмысленность применения антибиотиков для профилактики вирусных, осложнений при вирусных инфекциях. Я вас много раз уже уговариваю, прошу, привожу аргументы о том, что если у вас вирусная инфекция вобще или COVID-19 в частности, то профилактическое использование антибиотиков, типа на всякий случай, уменьшает ваши шансы на благополучное выздоровление. Делать этого нельзя. И я, еще раз, вот вы видите сейчас ссылочки на видео, которое я на эту тему записывал, и продолжение этого видео, поскольку люди же кричали, если не антибиотик, то как же тогда лечить вирусную пневмонию? Но, тем не менее, поступают письма. Письма такие, я вам бы даже сказал, очень жесткие по поводу того, как глубоко я не прав, что я этими советами, дескать, убиваю людей. И вот одно такое письмо, очень показательное, я хотел бы разобрать. Ну, многое узнаем новое. Давай, Наталья, читай. Вы, конечно, можете не пить антибиотики. Но только не забудьте рассказать родным, где деньги лежат, и грязные трусы попрятать, так как они вам больше не понадобятся. Ибо те, кто отказался от антибиотиков, уже не здесь. При всем уважении к вашей педиатрической деятельности, доктор. Но вы явно еще просто не столкнулись с ковидной пневмонией лично. Потому как всем, кому за 20 лет, болеют множечко иначе, чем дети. У нас на работе уже погибли двое из-за поздней диагностики и лечения от бронхитов и вирусов. Парень 21 год, придя в больницу еще своими ногами, не пережил ночи. Потому что тоже ему умные врачи попались, от вирусов лечили. А эта дрянь начинает жрать ваши легкие уже с первого дня заселения в ваш организм. И когда вам станет реально плохо, будет уже реально поздно. А кислородных аппаратов в наших больницах в лучшем случае два на этаж. А это 30-80 человек. Здоровья вам, доктор. Класс. Ну, на самом деле, это письмо имеет огромное количество мелких и крупных тем под тем. И его лучше анализировать по частям. Поэтому давайте вот начнем с самого-самого начала. Самое главное, вот с чего вы начинаете в это письмо, первое предложение, прочитай. Ибо те, кто отказался от антибиотиков, уже не здесь. Понимаете, друзья мои, тех, кто не отказался от антибиотиков, абсолютное большинство. Абсолютное большинство. То есть из тех, кто имеет какие-то симптомы вирусных инфекций, абсолютное большинство вообще на это не реагирует. Продолжает с этими соплями жить обычной жизнью, ходить на работу и благополучно выздоравливает. Это первое, чтобы вы это понимали четко и организм человека в большинстве, в подавляющем большинстве случаев способен не то, что без антибиотиков, а вообще без всякой помощи лекарствами справиться с респираторной вирусной инфекцией, опять-таки вообще, и с коронавирусной инфекцией в частности. Да, есть определенные признаки, когда надо обращаться за медицинской помощью. Их, конечно же, надо знать. Но антибиотики все равно, то есть это не аргумент в пользу использования антибиотиков. Это просто ложь и провокация. Абсолютное большинство тех, кто не принимал антибиотики при коронавирусе, ходит, общается и сейчас уже на работе давным-давно или учится в школе. Следующий. При всем уважении к вашей педиатрической деятельности, доктор, но вы явно еще просто не столкнулись с ковидной пневмонией лично. Ага, вот я вот это сижу в офисе и никого вообще в глаза не вижу, никого, ничего. У меня телефон красного цвета, красного. Я каждый день получаю примерно около 300 писем. Количество звонков я вообще не считаю. Со всех концов мира мне присылают заключения и снимки компьютерных томографов, анализы. Я провожу видеоконференции, смотрю на больных. Да, они не заходят ко мне лично в кабинет толпами. Это есть. Но я за это время уже проконсультировал порядка 5000 людей с коронавирусной инфекцией. И с плохими показателями на пульсоксиметре. И вообще и с пневмониями и так далее. Еще раз говорю, эти люди исчисляются тысячами. Это вы, когда пишете вот эти письма, думаете, как и многие, кто распускают слухи про Комаровского, что он шоумен и теоретик. Я живой, нормальный врач, который видит огромное количество пациентов и может наблюдать за тем, каковы исходы у тех, кто пришел ко мне или обратился ко мне за помощью после того, как начал самостоятельно кушать три антибиотика. Точнее, кушают они обычно два, а третий колят в попу. Вот и моих пациентов, которые никогда не получают антибиотики до того момента, когда у них подтверждена анализами или заключением рентгенограммы, именно рентгенограммы, бактериальная инфекция. Продолжаем. Так что, несмотря на мою педиатрическую деятельность, знаете, вообще, это вам интересно будет узнать, чем отличается педиатр от терапевта. К педиатру, если у педиатру доверяют, то у педиатра обычно очень любят лечиться и мама, и папа. Потому что педиатр, у него постановка вопроса другая. Педиатр, он все время должен объяснять. Работа педиатра состоит в том, что если он родителям не объяснит, что с ребенком происходит, то к педиатру не прислушаются и не будут делать то, что он сказал. Поэтому весь прикол в том, что когда семья начинает общаться с педиатром, и они находят общий язык, то людям, маме и папе, очень нравится, как педиатры объясняют. И они очень хотят, чтобы их тоже лечил такой доктор. Поэтому всю мою педиатрическую практику я лечу не только детей, но и пап с мамами. Уж такая жизнь. Так что, несмотря на мою педиатрическую деятельность, я много вашего взрослого брата и сестры насмотрелся. Дальше. Всем, кому за 20, болеют множечко иначе, чем дети. Да, они болеют тяжелее. У них вирус намного агрессивнее, у них иммунные реакции совсем другие. Но это активность вируса, и эти иммунные реакции, на них никак нельзя повлиять с использованием антибиотика. Несмотря на ваш возвышенный слог. Продолжаем. У нас на работе уже погибли двое из-за поздней диагностики и лечения от бронхитов и вирусов. А ваши, которые с поздней диагностикой, они от чего погибли, вы понимаете? Они погибли, если они погибли от коронавирусной инфекции, либо от вирусной пневмонии с дыхательной недостаточностью, либо от осложнений, которые проявляются тромбообразованием, воспалением сосудов. Каким образом, с какого боку антибиотик может оказать положительное влияние на тромбообразование, или на состояние сосудистой стенки, или на вирусную пневмонию? С какого боку он вообще на это не действует? Продолжаем. Парень 21 год, придя в больницу, еще своими ногами не пережил ночи, потому что тоже ему умные врачи попались, от вирусов лечили. Парень, который пришел своими ногами, не имел бактериальной инфекции, которую можно было задавить антибиотиками, понимаете? Если человек умирает в течение ночи, то он умирает не от гнойных осложнений. Он умирает либо от, еще раз говорю, дыхательной недостаточности, либо от серьезных сосудистых осложнений. Все, точка. Причем здесь антибиотики? У вас все время причинно-следственные связи нарушаются. Это же так жалко от вас, что вы просто пытаетесь проблему реальную, которая решается кислородом, препаратами, регулирующими свертываемость крови. Вы пытаетесь к этой проблеме добавить еще одну проблему антибиотикорезистентности. Засунуть в человека еще несколько ненужных препаратов, заработать на этих препаратах кто-то попытается. А человек, просто принимая антибиотики, думает, что он лечится. И не контролирует ни степень поражения легких. То есть, как только начал антибиотики колоть, уже пульсоксиметр нам не нужен, уже свежий воздух нам не нужен, уже контролировать свертываемость не нужен. Иллюзия лечения. Вот в этом одна из опасностей антибиотиков, которые, еще раз хочу подчеркнуть, в подавляющем большинстве случаев не имеют никакого отношения к лечению коронавирусной инфекции. А про дрянь, которую начинают жрать ваши легкие уже с первого дня заселения, ваш организм, когда вам станет реально плохо, будет уже реально поздно. Если дрянь, которую коронавирус вы справедливо называете дрянью, если эта дрянь жрет ваши легкие, то надо, чтобы еще антибиотик жрал, что-нибудь другое, антибиотик с этой дрянью не пересекаются, они в параллельных плоскостях. Поэтому вы пытаетесь агитировать меня, типа, доктор, ну назначьте хоть что-нибудь. Если дрянь жрет легкие, так давайте поддерживать легкие, а не убивать мифические бактерии, которые в настоящий момент этой дрянью не являются. А кислородных аппаратов в наших больницах в лучшем случае два на этаж? Ага. То есть у нас два кислородных аппарата на этаж. Два кислородных аппарата на этаж. Поэтому, чтобы нам стало легче жить, давайте всем назначим антибиотики. От назначения антибиотиков у нас сразу появится намного больше дыхательных аппаратов. Потрясающая логика. Ну и здоровья вам, доктор. Ну и спасибо. А вам логики и здравого смысла. Так что делайте правильные выводы. Всем пока. Доктор, не спешите прощаться. Здесь еще один вопрос тоже про антибиотики. Ну давай. Хочу задать вам вопрос. Простите, если глупый. Если бездумный прием антибиотиков в семи направо и налево приводит к появлению более сильных бактерий, то как эта ситуация сказывается на людях, не принимающих фуфломициновый антибиотиков? Есть ли шанс у организма справиться с такими инфекциями самостоятельно? Смотрите, ребят, тут же вот в чем вопрос. Где будут концентрироваться вот эти вот устойчивые ко всем антибиотикам бактерии? Они будут концентрироваться прежде всего в стационарах. То есть, когда люди заболевают бактериальными инфекциями, предварительно они едят антибиотики. В популяции, в человеческой популяции возникает, условно говоря, огромное количество там стафилокока устойчивого к антибиотикам. С этим стафилококом люди попадают в больницы. Там они умирают. В больницах концентрируются, еще раз говорю, именно вот эти люди возникает феномен госпитальных инфекций. И тут совершенно обычный человек, который закалялся, вел нормальный образ жизни, не ел фуфломицинов, не ел антибиотики при вирусных инфекциях, попадает в больницу, условно говоря, с аппендицитом. Есть такое понятие госпитальная флора. И в больнице от соседа по палате, который там лежит уже месяц по поводу сепсиса или еще каким-то образом, этот человек заражается вот этим больничным стафилококом, который практически нечем лечить. То есть, вот эта вот ситуация с появлением огромного количества устойчивых бактерий многократно увеличит риск госпитальной инфекции. То есть, один из очень важных выводов, конечно же, первый вывод о том, что надо прекращать вот это пожирание массового антибиотиков без достаточных для этого показаний. Но еще один момент, который очень важен. Вывод о том, что бактерии с множественной устойчивостью к антибиотикам будут концентрироваться в основном в стационарах. И это говорит о том, что стационарный этап оказания помощи в перспективе должен реализовываться только тогда, когда без этого никак нельзя. То есть, вот эта наша советская еще практика лечь-покапаться или лечь-обследоваться должна быть в обязательном порядке устранена. Вот это вот пребывание в больнице, чтобы полежать, обследоваться и полежать, покапаться, это вообще такой пещерный уровень медицины. Это к 21 веку точно не имеет никакого отношения. Поэтому еще раз обращаю внимание, да, вам конкретно, вам конкретно, вот если вы конкретно просто на улице подцепите там ангину какую-нибудь, да, скорее всего это будет нормальный, обычный стриптококк, устойчивый к антибиотикам, ничего страшного не будет. Но массовое пожирание антибиотиков в популяции, в популяции, еще раз подчеркну, увеличивает наши шансы не пережить госпитализации. Поэтому делаем правильные выводы. С антибиотиками пока все. Пока все. Ну тогда всем пока. Продолжение следует.